В этом году Читаопиных планирует отметить новоселье. Большая квартира, где смогут развернуться супруги с тремя маленькими детьми, была куплена в этом году. Ремонт в новом жилье практически закончен. Осталось буквально чуть-чуть доклеить обои в коридоре у нас и дождемся мебель. Будем переезжать. Цена подобного жилья даже на вторичном рынке достаточно высока. Например, это обошлось семье почти в 4 миллиона рублей. Для покупки пришлось брать ипотеку. Однако 40% стоимости новой квартиры оплатили за счет субсидий. По программе «Молодым семьям доступное жилье». Вставали в очередь, собирали документы. Единственное, что у нас... Собрали, все нормально, все сразу прошло. Но, единственное, я с другой области, мне пришлось там запрашивать документы маленько подольше, чем у всех остальных это получалось собрать. Ну и все, стояли, ждали, надеялись, что все-таки очередь дойдет. Ну, еще маленько по программе продвинулись вперед за счет того, что у нас родился третий ребенок. И как многодетная семья у нас продвинулись вперед с начала очереди. Получить аналогичную субсидию могут супруги до 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, то есть 13 квадратных метров на человека. Оба должны быть прописаны и трудоустроены в ангарске. Документы, подтверждающие право на получение субсидий, принимают в Комитете по управлению муниципальным имуществом. Данная программа позволяет молодым семьям получить субсидию на приобретение либо строительство жилья. 35 процентов, если семья не имеет детей, либо 40 процентов, если есть дети. Программа работает с 2015 года на нашей территории. За этот период времени 224 молодых семей получили выплаты. Сейчас в очереди на получение субсидий стоят еще 266 семей. Как заверяют в КУМИ, число ожидающих субсидий постепенно идет к сокращению. А потому подать заявку на участие в программе можно по сей день. Александр Бычков, Владимир Селиванов. Местное время.